В эфире выпуск новостей с последними событиями в Украине. Меня зовут Станислав Листопад. Здравствуйте. Двое украинских военных ранены за прошедшие сутки в зоне АТО. Вчера было неспокойно на всей линии фронта. На Луганском направлении оккупанты дважды атаковали Станично-Луганский район. Горячо было в Крымском, Новотошковском, а также в Новайдарском районах. Вблизи Попасной боевики применили минометы. На Светлодарской дуге террористы также открывали огонь из минометов и БМП. Обстреляли Горловку, Зайцево и Верхнеторецкое. В районе Авдеевки боевики выпустили почти 30 мин. В песках работал снайпер. Маринский район. Вечером враг обстрелял Красногоровку. Кроме легкого вооружения, боевики применяли миномет. Беспокойно вчера было в Новотроицком. Враг задействовал минометы и бронетехнику. Также оккупанты вели огонь по украинским позициям в Новомихайловке, Новогригорьевке и Чермалыке. На участке фронта Павла Польширокина противник не использовал тяжелое вооружение, что крайне не характерно. В целом ситуация по-прежнему напряженная. СМИ в Крыму находятся под тотальным контролем. Окупанты выдворили с полуострова все неугодные телеканалы, радиостанции и агентства, сообщила член Меджлиса крымско-татарского народа Гаяна Юксель. Она называет профанацией заявления российских властей о том, что в Крыму вещают более 80 СМИ на крымско-татарском и украинском языках. Там создают только ручные телеканалы и радиостанции. За последние три года зафиксировано почти 500 случаев давления на журналистов. 11 средств массовой информации были вынуждены оставить полуостров и продолжить работу на территории материковой Украины. То, что сейчас происходит в Крыму, это полная копия или один в один ситуация, которая была в национальных СМИ в 1930-е годы. Окупант, зайдя на территорию полуострова, взял под контроль все средства массовой информации, а национальные крымско-татарские в первую очередь. Великобритания будет настаивать на новых санкциях против России. Соответствующий документ уже подготовлен. Главу МИД стран Большой Семерки рассмотрят его на встрече в Италии, сообщает издание The Times. Британский министр иностранных дел Борис Джонсон заявил, что именно Москва должна ответить за поддержку сирийского режима, который применил химическое оружие против мирного населения в провинции Идлиб. С ним согласен госсекретарь США Рекс Тилерсон. Россия не смогла предотвратить химическую атаку в Сирии, которая унесла жизни 89 человек, заявил он в эфире американского телеканала CBS. Ведь Москва в свое время взяла ответственность за контроль над процессом уничтожения запасов химического оружия в Сирии. Поэтому вина за его применение лежит именно на России, подчеркнул Тилерсон. Министерство иностранных дел Украины осудило так называемые выборы и референдум в Южной Осетии. В заявлении ведомства говорится, что проведение российским оккупационным режимом 9 апреля так называемых выборов президента и референдум о переименовании Южной Осетии и Грузии в государство Алания незаконны и нарушают международное право. Так же, как и так называемые парламентские выборы 12 марта в оккупированном Абхазском регионе Грузии. В украинском МИДе подчеркивают, что такие действия элемент не имперской политики России, направленной на дестабилизацию и подчинение государства Восточной Европы. Глава ведомства Павел Климкин назвал действия российских оккупантов циничными. Валерия Гонтарева отставляет пост главы Нацбанка Украины. Написала заявление по собственному желанию с 10 мая. Оно уже у президента. Гонтарева отметила, если Верховная Рада примет ее отставку до 10 мая, уйдет с должности раньше. На пост главы Нацбанка парламент назначил Гонтареву почти три года назад. Среди своих ключевых достижений глава НБУ называет макрофинансовую стабилизацию, гибкий валютный курс и новую монетарную политику. А также очищение банковской системы. С рынка вывели почти сотню замешанных в коррупционных схемах или неплатежеспособных финучреждений. Нацбанк идентифицировал всех собственников, поэтому система сейчас прозрачна, отметила Гонтарева. Кроме того, украинские банки имеют ресурсы для восстановления кредитования. Мы очистили банковскую систему от неплатежеспособных банков и усилили ее устойчивость на будущее. Банки здоровы, прозрачны и уже готовы возобновить кредитование. Мы полностью трансформировали Нацбанк, перестроили все процессы и превратили НБУ в мощную институцию. На сегодня банки уже увеличили свой капитал на 4 миллиарда долларов. Послы стран Большой Семерки поддержали план реформы здравоохранения, предложенный Ульяной Супруной, и призвали украинский парламент принять его. Соответствующее заявление опубликовано на сайте посольства Италии в Украине. Документ, в частности, предполагает государственные гарантии для финансирования страховых медицинских услуг и лекарственных средств за счет Национальной службы здравоохранения Украины. В заявлении послов отмечается, что предложенная реформа свидетельствует о готовности Украины и двигаться к жизненно важным реформам в сфере здравоохранения и борьбы с коррупцией. Напомню, в начале апреля Кабмин направил на рассмотрение Верховной Рады пакет законопроектов, которые позволят создать новый механизм финансирования медуслуг за счет бюджета через систему государственного солидарного медицинского страхования. У православных христиан началась страстная неделя. Она завершится днем Воскресения Христова. В эту неделю принято соблюдать особо строгий пост. Каждый день имеет свое сакральное значение. Тайная вечеря с учениками, предательство Иуды, арест, неправдивый суд, страдания Иисуса, распятие на кресте и погребение. По традиции, первые три дня недели хозяйки убирают дома, а в чистый четверг расписывают яйца. В страстную пятницу начинают печь куличи. Этот день самый скорбный не только за всю неделю, но и в году. В пятницу многие верующие вообще воздерживаются от приема пищи. Закончится Великий пост на Пасху 16 апреля. Праздник для героев. Известные украинцы совместно с сотрудниками Музея революции достоинства приготовят куличи и писанки для семи героев Небесной сотни и ветеранов АТО. Часть пасхальных подарков отправят бойцам на Донбасс. Выпекание кулича – пасхальный ритуал. Приниматься за него нужно с чистыми светлыми мыслями и хорошим настроением. Перед замешиванием теста принято молиться. Пасху Божию, и вы все душечки святые, дайте пальму нам на радость, а вам на славу. В имя Отца и Сына и Святого Духа. Теперь можно приступать к тесту. Хозяйкам придется потрудиться, так как им нужно приготовить больше ста куличей. Мы хотим показать, что роспись яиц, выпекание пасхальных куличей – это не шароварщина, не что-то из прошлого и не семейные традиции для узкого круга людей. А это то, что выделяет украинцев среди других народов. Кроме куличей здесь распишут сотни писанок. Это один из самых сложных способов раскрашивания. На сыром холодном яйце выводят узоры горячим воском при помощи специального инструмента. Сделав узор, яйцо кладут в разведенную холодную краску. Красим мы от самого светлого до самого темного цвета. Потому что после темного цвета светлый наложить не получится. А в конце этого процесса мы снимаем воски, видим, как открывается весь рисунок, который был спрятан под ним. Часть приготовленных куличей и писанок отправят в зону АТО. Повезет подарки на передовую доброволец Сергей. Чтобы защитники Украины, которые стоят на передовой, отстаивая честь и достоинство нашей страны, ощутили домашнее тепло. Если люди будут там себя чувствовать потухшими, то на каждого негативного есть пять положительных ребят, которые поднимут настроение и взбодрят. Наконец, все писанки и куличи готовы. Теперь часть их отвезут к мемориалу Героя в Небесной Сотне. Ведь в Украине принято чтить память погибших. Алена Клюскор, Роман Пух, ЮАИ-ТВ. И фан-зону Евровидения 2017 откроют 30 апреля на Софийской площади в Киеве. Здесь будет музей, ледяных скульптур, кафе, фотозона и зона отдыха. Визуально локация напоминает бусы – один из элементов логотипа конкурса. Вход украсит вертикальный газон с живыми цветами. Размеры сцены позволят комфортно смотреть трансляции песенного конкурса с любого уголка площадки. Кроме того, там организуют аренду велосипедов, самокатов и роликов. Также обустроят караоке и зону мастер-классов, где можно будет создать сувенир своими руками. На этом пока что все. Больше в следующих выпусках. Оставайтесь с нами и знайте больше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!